МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Вопрос рентабельности. Глава Республики побывал на предприятии «Энергия». Письма счастья. Новая дорога, новая квартира, а для кого-то новая жизнь. Американский сын, усыновленный за границу, вернулся на родину. Республика готовится к Международному форуму России «Спортивная держава». Необходимо решить множество вопросов. Чуваши и Федеральный центр планируют проводить совещание раз в неделю в режиме видеоконференции. А на первом заседании организаторы форума утвердили концепцию и программу форума. Как он откроется и согласились ли в Министерстве спорта сделать зарядку в Чебоксарах, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Открывая заседание ОРК-комитета, федеральный министр Виталий Мутко отметил, что не случайно именно чебоксары в этом году принимают престижный спортивный форум. Раньше его проводили в Саранске, Казани и Москве. Чуваши наравне с этими регионами уже давно демонстрируют высокие темпы развития физкультуры и спорта. И этот опыт необходимо тиражировать. Неуклонно растет количество граждан, вовлеченных в регулярные занятия физической культуры и спорта. Очень по-взрослому, скажем так, серьезно модернизирована система подготовки спортивного резерва. Материальная база детских и юношеских спортивных школ неуклонно растет. Принимать у себя международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – это большая честь и высокая для нас ответственность. Поэтому мы уже начали работы, вовлеченные и органы местного самоуправления, и общественные организации. Все жители республики тоже активно включились в работу. Одна из главных тем этого форума – подготовка спортивного резерва. Эту систему, отмечают специалисты, необходимо кардинально преобразовать. В республике будут принимать и нормативы комплекса ГТО. Возродят его уже с 1 сентября, правда, пока только 12 субъектов. Чувашия находится в их числе. А с 2017 года, постепенно расширяя круг вовлеченности, вовлечен все регионы и всех граждан нашей страны. Важно, чтобы это была добровольная, непринудительная сдача. И как бы, в общем-то, было бы в интересной форме подавалось. То нам предстоит еще и скрутка комплекса, и продвижение этого комплекса. Так что работы предстоит много. И на форуме мы сделаем тестовые площадки для сдачи комплекса ГТО. На повестке форума и множество других не менее важных вопросов. Как эффективно управлять спортобъектами и сделать их доступнее для тех, кто проживает в отдаленных селах. Как бороться с договорными матчами. В рамках форума будет организовано более 20 конференций на самые разные темы. На заседании оргкомитета утвердили программу форума. Уже точно известно, что его торжественное открытие состоится на Красной площади Чебоксара. Именно там будет дан старт Международному дню ходьбы. Планируют провести в Чувашии фестиваль «Спорт для всех» и мастер-классы от известных чемпионов. Участникам форума принимающая сторона предложила выйти за рамки деловой части еще дальше. Сделать зарядку на Красной площади. Виталий Мутко эту идею поддержал. Все новые формы организации физкультурно-массовой работы, они будут всячески поддержаны. Мы в них примем участие. Все вопросы с перевозкой и проживанием гостей в Чебоксарах уже решены. Сейчас к форуму готовятся 23 спортивных объекта. Вообще, республики уже не впервой принимать мероприятия такой величины. Но этот опыт пригодится и в будущем. Уже через год в Чувашии пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике. Виталий Ковалев, Александр Петров. Республика. Из Москвы. На этом производстве не самые передовые технологии и не самое современное оборудование. Однако на месте оно не стоит. Достижение проблемы предприятия «Энергия» сегодня увидел глава Чувашия. Думаю, большинство чебоксарцев, держа в руках вот такую электрическую зажигалку, даже не задумывались, что их производят инвалиды по зрению. Этот товар учебно-производственное предприятие «Энергия» поставляет на так называемый потребительский рынок. Остальные виды продукции, удлинители, электроустановочные изделия предназначены для промышленности. К примеру, Чебоксарского электроаппаратного завода. Однако, несмотря на развитый электротехнический кластер в республике, большим количеством заказов энергия похвастаться не может. Дело в том, что больше половины сотрудников инвалиды по зрению. Многие операции, которые на обычном предприятии делают автоматически, здесь выполняют вручную. И это далеко не единственная причина низкой рентабельности. У нас оборудование, оборудование, это у нас 35-40 лет нашим станкам. И разрез полностью выработан. Нет финансовых средств. Мы меняем, меняем, но очень мало. Это у нас всего, что на предприятии находятся таких производительных станков, три станка. Улучшить положение руководители планируют с помощью нового проекта. Производство мешков из крафт-бумаги. В рамках этого производства создадут еще 16 рабочих мест для слабовидящих. Оборудование уже закуплено. А вот помещение, где планируют его разместить, пока в плачевном состоянии. Как, собственно, большая часть территории. В сентябре месяц мы должны давать уже первые продукции. Вот я хочу сказать, вы мне сказали, работаете здесь 12 лет. За 12 лет порядок территории могли сделать? Могли сделать. Совместными усилиями, значит, Минздрав попрошу, Минек попрошу, вы выработайте с хорошим бизнес-планом. Вот когда я цифры посмотрю, вот на входе все вы прекрасно говорите, на выходе что будем иметь? Если новое оборудование даст нам конкурентоспособные продукции, 5 миллионов 600, мы с Республиканской выделяем, это условие софинансирования, почти 7 миллионов рублей выделили на это оборудование. Но это оборудование должно стоять в нормальном, хорошем помещении, уважаемые друзья. Чтобы сохранить рабочие места за инвалидами, Республика средства предприятию выделяет. Однако, согласно бюджетному законодательству, просто так безвозмездно выделить средства, к примеру, на ремонт. Коммерческой организации нельзя, отметил Михаил Гнатьев. Как выход из ситуации, глава Чувашия предложил руководству продать часть земли или сдавать площади в аренду. Следующим пунктом визита главы Республики стало предприятие, которое проблем с доходами, судя по всему, не имеет. Региональный офис одного из гигантов сотовой связи в России. Абонентская база переваливает за 630 тысяч человек. Михаил Гнатьев поблагодарил руководство за участие в социальных проектах. А глава Чебоксар Леонид Черкесов за участие в праздновании Дня города. Ольга Перечкина, Николай Яковлев, Республика. Самый лучший город на земле подводит итоги. Всем, кто принял активное участие в подготовке и проведении Дня города Чебоксары, а также тем, кто изо дня в день делает возможным сам праздник, вручили награды и благодарности. 545-летие Чебоксар также отличалось от всех предыдущих дней города, как золотая свадьба от 39-летия совместной жизни. Во-первых, хозяин был особенно наряден. Над оформлением, благоустройством и чистотой города трудилась целая армия стилистов. Дизайнеров, отделенителей, дорожных рабочих, электриков, дворников. Во-вторых, программа праздника была особенно насыщенной и разнообразной. На одном только творческом бульваре работали 70 площадок. В-третьих, гостей на праздники было рекордное количество. Во всех мероприятиях приняли участие свыше 300 тысяч человек. И в этом немалая заслуга средств массовой информации. Глашатые праздника не жалели ни печатных площадей, ни эфирного времени. Национальную телерадиокомпанию «Чуваши», в частности, отметили за организацию трансляций. В течение двух праздничных дней мы вели прямые репортажи с мест самых интересных событий. До начала учебного года осталось меньше двух недель. Вузы набрали новых студентов, бывшие школьники определились, кем хотят стать. Между тем, желания выпускников не всегда совпадают с потребностями страны в кадрах. Проблемам в сфере образования посвятили межрегиональный форум Общероссийского народного фронта. Дефицит инженерных кадров уже несколько лет. Эти слова периодически всплывают в выступлениях и высшего руководства страны, и региональных чиновников. Пока власти ломают голову в надежде придумать, как решить проблему, большинство российских выпускников относят себя к лирикам и поступают на гуманитарные специальности. Эксперты говорят, воспитывать будущих технарей нужно еще со школы. В «Чуваши» уже появились специальные инженерные классы. Но это еще полдела. Дорогостое эти классы – это углубленное изучение предметов, на мой взгляд. Почему? Потому что изучать физику, математику в отрыве от потребности экономики или от потребности будущей профессии – это не самый лучший метод или не самая лучшая подготовка будущих инженеров. Поэтому, когда мы говорим об инженерных классах, надо параллельно говорить о трех вещах, на мой взгляд. Это восстановить уроки труда четвертого класса, потому что мы отправили на информатику, сегодня возвращаем обратно. Ну и, конечно же, очень важно черчение, о чем мы говорили. Это черчение должно быть компьютерной графикой современной технологии. Конечно, брать можно было бы не количеством, а качеством специалистов. Но и тут загвоздка. Забудьте все, чему вас учили в ВУЗе – фраза среди работодателей нередкая. Иногда между тем, что требуется на производстве и что студентам дают в учебных заведениях, пролегает пропасть. И это при том, что предприятия, то есть потенциальные работодатели с учебными заведениями сотрудничают. В программах сокращается время производственных практик для студентов как высшего звена, высшего образования, так и средне-специального образования. Вот это очень сильно пугает нас и настораживает. Потому что, значит, чем меньше они имеют практических навыков, тем понятно, к нам приходит полуфабрикат, и нам надо их учить. Количество часов на практику рано или поздно увеличат, раз уж об этом в унисон говорят и работодатели, и руководители вузов. Школьников поступать на инженерные специальности тоже сориентируют. Однако у Чуваши, как у многих других регионов, есть еще одна проблема – отток мозгов первопрестольную. Причем как перспективных абитуриентов, так и молодых специалистов. Возвращать их в республику планируют созданием рабочих мест с достойными условиями. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. В Чуваши активно продолжает свою работу общественная приемная Дмитрия Медведева. Благодаря стараниям ее сотрудников в деревне Передняя Яндоуши Канажского района проложили дорогу с асфальтовым покрытием. А многодетная семья получила квартиру, соответствующую нормам жилищного законодательства. Подробности в нашем сюжете. Житель деревни Передняя Яндоуши Геннадий Михайлов обратился в общественную приемную с просьбой оказать содействие в строительстве дороги по улице Ленина. Заявка была одобрена. А инициативному жителю вручили письмо от самого Дмитрия Медведева. На строительство дороги протяженностью один километр было выделено около 20 миллионов рублей. Наконец-то нам замечательную автомобильную асфальтированную дорогу построили, завершили, до 1 сентября должны сдать. И мы хотим после сдачи организовать регулярное автобусное сообщение Канаж в Передней Яндоуши. Депутаты региональной общественной приемной Дмитрия Медведева притворили в жизнь и просьбу матери семью детьми Марии Бодиаровой. В декабре прошлого года семья получила две квартиры общей площадью 144 квадратных метра в Новом городе. Мать-героиню и ее домочадцев посетили представители региональной приемной и также вручили письмо от премьер-министра. Сегодня мы вручаем вам от Всероссийской политической партии «Россия» от председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева вот это заказное письмо и чтобы вы действительно порадовались этому событию вместе. Получить письмо от председателя правительства, я думаю, это очень большое событие. Так что поздравляю. Папу тоже поздравляю. Поздравляю вас. Во время визиток и так уже многочисленной семье Падиаровых выяснилось, что в одной из пустующих комнат хозяева приютили беженцев из Луганска – пятилетнего Ванечку и его мать. В сентябре они планируют отправить мальчика в детский сад, с чем сотрудники общественной приемной в случае необходимости обещали помочь. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Пожар в Новочебоксарске унес жизни трех человек. В огне погибли хозяин квартиры на улице Молодежной, его сожительница и гости. Ведется следствие. По результатам осмотра места происшествия было установлено, что тела сожителей находились в зальной комнате на диване, тела их гостей в спальне. Оттуда, по предварительным данным, начался огонь, то есть очаг возгорания находился предварительно там. В ходе осмотра также было установлено, что часть мебели была обгорелой. Кроме того, значительная часть помещений была покрыта копотью. Также в комнате были обнаружены пустые бутылки из-под спиртного, а также остатки еды. Телесных повреждений у погибших не обнаружено. Кроме того, тот факт, что когда прибыли пожарные, дверь в квартиру была закрыта изнутри на металлический засов. Им пришлось ее взламывать, чтобы избежать других, возможно, тяжких последствий. Эти все данные свидетельствуют о том, что смерть погибших насила некриминальный характер. И основная версия, которая рассматривается сейчас следователями, это то, что огонь возник в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Сирота, усыновленный американской семьей, вернулся в Россию. Такими заголовками запестрели не только региональные СМИ и интернет-ресурсы, но и федеральные. Антон Шоки-Батраков действительно вернулся на родину в Чебоксары. Его дорога домой оказалась очень длинной не только по расстоянию, но и по времени. С молодым человеком встретилась моя коллега Татьяна Трофимова. Сейчас Антону даже сложно говорить на русском, хотя в Штатах он прожил всего 4 года. За это время научился не только хорошо говорить по-английски, но и выживать. В Америку Антон попал в 2010 году. Его усыновила семейная пара из США. Но отношения с новыми родителями у подростка не сложились. И практически сразу мальчика отдали на гособеспечение в Миссури, где он и прожил до своего 18-летия. А последние три месяца перед возвращением в Россию и вовсе ночевал на улице. Я был на государственном обеспечении там в Америке, и они не могли меня отпустить до 18 лет. И консульство русское не могло меня забрать до 18 лет, потому что я стал... Меня вот эти родители, которые усыновили, они меня на государственное обеспечение отправили. И все. А потом, когда в семье там что-то государственное... Там я у черных людей жил, а он меня использовал, чтобы государственные деньги брать от меня. Он платил там 25 сотен долларов за меня, потому что я русский, мне 18. А всем американским там детей, детям только тысячи долларов в государство отдавало. Ну он вообще был нечестным человеком, накопил себе и выкинул меня из дома. Юрия Спиридонова Антон знает еще с детского дома. Будучи уже в Америке, с другом общался в соцсетях. Поэтому о трудностях проживания за границей первым сообщил ему. По словам Юрия, чтобы вытащить Антона из Америки, ему понадобилось два года. Было время, когда американские папа и мама перекрыли ему доступ к интернету, телефону. В общем, ко всему, что могло связать его с прошлым. Его всячески унижали, оскорбляли. Плоть он прошел психологическую такую рану большую. У него оказывалось давление, его изолировали от общества. Он доказался в какой-то колонии, в какой-то революционном центре. По их меркам, это что-то связано между нашей детской колонией и, не знаю, какие-то еще воспитательными такими лагерями. Я принял это внимание очень серьезно, обратился к журналистам. Эта информация прошлась по всем телевизионным каналам России. Работа генконсульства, уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова и всех, кто был задействован в операции по возвращению Антона домой, закончилась успешно. Теперь молодой человек собирается заново учиться жить в России, пока живет в семье своего друга Юрия Спиридонова. Антон уже совершеннолетний. У нас по семейному кодексу отменить установление после достижения совершеннолетия нет возможности. В настоящее время Антон является гражданином Российской Федерации, совершеннолетним гражданином и имеет ряд льгот, как любой гражданин Российской Федерации. Это льготы на получение социальной поддержки, как нуждающегося в жилье, как нуждающегося на постановку на учет госслужбы занятости и так далее. Документы об образовании Антон обещал предоставить специалистам буквально на днях. По его словам, в Америке он закончил колледж. Аттестат сопоставит с российскими стандартами образования, чтобы молодой человек смог дальше продолжить обучение. Он мечтает выучиться на пилота и летать на истребителе. Если с профессией все более или менее понятно, то с жильем сложнее. Американское усыновление лишило Антона в России всяческих льгот получения жилья, как ребенка, оставшегося без попечения родителей. Поскольку решение об этом никто не отменял, Антон уже не сирота. Ему 18 лет, он совершеннолетний гражданин России, и жилье он может получить только в порядке общей очереди, как нуждающийся. Но специалисты говорят, что случай уникальный, и с подобными делами они сталкиваются достаточно редко. Поэтому и подход к решению проблемы будет индивидуальный. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. За 20 лет работы более 600 тысяч пользователей и 180 точек обслуживания. Самых преданных абонентов «Мегафон» поздравил по-особому. Как именно, смотрите в нашем сюжете. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи. Евгений подключился к «Мегафону» с 17 августа 2004 года. В день, когда этот оператор связи только появился в Чувашии. За 10 лет по признанию абонента «Мегафон» не подводил его ни разу. В этой компании мне понравилось сразу все, потому что я как бы выезжал за город, в леса. Другие связи где не брали. «Мегафон» что-то брал. И как бы я остался на этой связи и сижу до этих пор. И родственники у меня все там. Как бы, ну, большинство на «Мегафоне» мы. «Мегафон» активно используют в работе высокие технологии. Телекоммуникационная компания всем абонентам предлагает самые успешные новинки отрасли. Происходит некое замещение. Если раньше человек больше потреблял классических услуг связи, например, голосовых, он начинает больше потреблять услуг передачи данных. И для нас это и то, и другое хорошо. Мы в том и в другом прилагаем усилия, что касается развития сетей. Мы развиваем как новые стандарты, так и не забываем про сети второго, третьего поколения. «Мегафон» первым начал принимать платежи в рублях. Услуга, входящая бесплатно, впервые появилась опять же у «Мегафона». Скоростной интернет 4G не только в столице, но и в Новочебоксарске, Канаше и АллатРе. Также заслуга оператора. Скорость нового поколения интернета достигает 100 мегабит в секунду. В действии эту и другие инновационные услуги оператора можно было увидеть в День города Чебоксары. Принять участие в головокружительных конкурсах, сфотографироваться на память, погонять на скоростном автомобиле или взобраться на импровизированную высоту мог каждый желающий. «Вы знаете, нам очень нравится, и мы не первый раз к вам приходим практически вот уже. Который год в прошлом году были, было замечательно. В этом году, мне кажется, еще лучше, еще живей. Очень много различных конкурсов, так все симпатично украшено, интересные развлечения. Дети очень рады». Самые последние новинки, связанные с высокими технологиями и надежной связью, нашли большой отклик у посетителей площадки Мега-Арена на Дне города. По оценкам посетителей, юбилеет праздновали на отлично. Связь оказалась на высоком уровне, несмотря на невиданное количество жителей. Более 300 тысяч человек побывали на городских площадках в этот день. Так что доверия абонентов к Мегафону от этого стало еще больше. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин